Моя бабушка была замечательным человеком. Она научила меня играть в монополию, суть которой, исходя из названия, заключается в том, чтобы всем завладеть. Она скупала все, что могла, и в итоге всегда становилась хозяйкой игры. При этом она всегда повторяла одну и ту же фразу. Когда-нибудь ты научишься этой игре. Одним летом я играл в монополию почти каждый день с утра до вечера, пока не уловил ее суть. Я понял, что единственный способ победить заключается в абсолютной приверженности к накоплению. И только деньги и собственность могут привести к победе. К концу того лета я стал беспощаднее своей бабушки. Я был готов отойти от правил ради победы. Той же осенью мы с ней сыграли. Я забрал все, что у нее было. Я смотрел, как она отдавала последний доллар, закончив игру полным поражением. И тогда она преподнесла мне еще один урок. Она сказала, «Все возвращается обратно в коробку». Все эти дома и отели, железные дороги и учреждения, частная собственность, а также прелестные денежки, все опять вернется в коробку. Ты лишь на время увлекся тем, что никогда тебе не принадлежало. Все это существовало задолго до того, как ты начал играть. Да и после тебя никуда не денется. Игроки приходят и уходят. Дома и машины. Звания и одежда. Даже твое тело. В итоге мы потеряем все, за что цепляемся. Потребляем и копим. Все попадет в коробку. Вы наверняка понимаете, что вам всегда будет мало. Поэтому задайтесь вопросом, что же важно на самом деле.